Рев завода как сигнал о начале новой эпохи в жизни предприятия. Сегодня здесь запускают проект, аналогов которому нет в России, утверждают специалисты. Речь идет о производстве на линии трамбования угольной шихты. Особенность в том, что отправлять ее в печь можно не вертикально, как обычно, а горизонтально. Мы обеспечиваем сцепление между частицами не на уровне куличика из песочка, который делают дети на море, а на уровне межмолекулярных связей, ну если представить, это приблизительно вода в стакане воды. То есть вот поверхностное натяжение, да, вот здесь вот вода работает именно таким принципом. То есть она связывает частицы, как магнит. Но для этого нужно обеспечить, очень четко обеспечить стабильность помола и плотность. Год назад инвестгруппа НЛМК, куда входит Алтай Кокс, вложила в новую технологию на Алтае, а именно в Заринске выпускают каждую седьмую тонну кокса в России почти 5 миллиардов рублей. В итоге построили галерей с трубчатым конвейером, башню, запустили машину, где и происходит трамбовка. Технологию не просто переняли, ее дорабатывали на месте. Так система может из-за неровности подниматься и опускаться. И, конечно, учли экологичность. Система аспирации, это вытяжка. Вы видели, что во время нашей церемонии вообще не было выбросов. Как будто машина просто поехала, постояла и уехала назад. Вот, если вы посмотрите традиционную технологию, то ситуация будет абсолютно другая. Для горизонтального помещения угольные брикеты прессуют и отправляют в печь. Под температурой в полторы тысячи градусов получают кокс. Современная технология снижает себестоимость, объясняют эксперты. Мы удешевляем угольную шехту. Мы можем достигать то же самое качество кокса, которое нужно для доменных печей на более дешевых углях. Или мы можем оставить то же самое качество углей и повышать качество кокса. Тут уже домички определяют, что им необходимо в данный конкретный момент. То есть технология дает еще и гибкость, которая существенно повысит и потенциал производственный, и в первую очередь экономические показатели предприятия. Это очень хорошо и важно для собственников предприятия, для коллектива. Но за этим, например, потянется еще, ну такой расчет у нас порядка 400 миллионов дополнительных налоговых платежей в консолидированный бюджет Алтайского края. На данный момент 13 процентов от общего объема промпродукции края – вклад Заринского завода. Каждый год региональный бюджет получает от алтайского предприятия-лидера от полумиллиарда до миллиарда рублей налогов. Продукцию по новой технологии планируют поставлять в первую очередь на внутренний рынок. Окупиться она должна за два с небольшим года. Анастасия Дорога, Николай Шелкодень с толком.